На марш против нападения их страны на Украину вышло, ну возьмем по самым максимальным оценкам, 150 тысяч человек, когда никаких репрессий не было, когда за все это не увольняли с работы, не расстреливали, не ссылали на Колыму, когда все, что нужно было сделать, это просто встать и доехать на метро до проспекта Сахарова, просто оторвать задницу и доехать и сказать «нет, не от моего имени». Это смогли сделать 150 тысяч человек, 150 тысяч из 10 миллионов это, друзья мои, полтора процента, полтора блин процента, полтора блин процента смогли выйти и хотя бы сказать «нет». Окей, поднимем возраст принятия решений до 20 лет. Добавим все на все возможные уважительные причины, именно уважительные разговоры на кухне сюда не относятся. Увеличим потенциальное число хотевших выйти на марш, но не сумевших это сделать, потому что сломали ногу, попали под лавину, лопнул аппендицит, заболел ребенок, улетел в командировку, сидел с детьми в невероятные 7 раз и округлим аж до 10%. Вот этим 10% москвичей, граждан, людей, сказавшим «нет, войне», а на деле, конечно, и пяти не будет, хотя бы сказавшим, хотя бы просто это, я сочувствую. Что будет со всеми остальными 95% москвичей, которые от их имени позволяли и позволяют до сих пор сносить градами, дома, кварталы, населенные пункты в соседней, бывшей когда-то братской стране, мне плевать. Против убийств людей они не протестуют. Против убийств, которые вот прямо сейчас продолжаются, вот прямо в этот момент, от их имени, 10 тысяч погибших украинцев, 10 тысяч, миллионы беженцев. Вы только представьте, миллионы лишились всего. Неа, молчат. Даже до загона доехать не могут. А что их за МКАД переселяют? Ах, давайте ужаснемся этому геноциду. Да пошли они. 90% населения этого города для меня перестали существовать еще тогда. И да, мои дорогие оппозиционные друзья, да я знаю, что для того, чтобы просто хотя бы выйти на митинг, хотя бы даже в загон, в современной России уже нужна доля мужества. Но, бога ради, я вас прошу, вот просто помолчите, а? Вот не говорите ничего про несчастных бабушек, про беспредел властей, про то, что как вы боитесь. И еще больше не постите фотки сегодня с митинга, а завтра из Монако, ладно? Потому что борются в Водяном и Широкино. И вот до тех пор, пока в вашей ленте не появятся фотографии, как вы в Днепропетровском госпитале бинты за раненными стираете, вот пока не начнете ездить не в Барселоны с Антальями, а в Днепр и в Краматорск, пока не понюхаете все это мясо, которое там по кусочкам собирают, не посмотрите в квадратные от боли зрачки, не послушайте все эти крики, не почувствуйте весь этот ад, который там устроила наша с вами страна, вот блин, я вас прошу, не говорите просто ничего, не надо. Иначе, как только вы начнете удивляться, почему за ваши выходы с челобитными вас не считают противостоящим режиму героям, и рассказывать про выселяемых замкат бабушек, вы сразу начнете получать в ответ те потоки ненависти, которые и получаете. А потом искренно удивляться этому и искренне не понимать. Ассоциируйте себя с этим ордером? Ну окей, держите за всех. Аркадий Бабченко Аркадий Бабченко